Стартовала торговая неделя, в течение которой должно состояться долгожданное событие. В среду трейдеры наконец узнают, снизит ли американский Центробанк свою процентную ставку. Но после пятничных данных по занятости этот прогноз не так однозначен, как был прежде. Статистика выглядит очень сомнительной. Это кажется просто невероятным, но Министерство труда с Университета отчиталось о снижении уровня безработицы с 4,3% до 4,2%. И это при том, что занятость в последние месяцы росла такими темпами, что безработица должна была только расти, что с ней, к слову, происходило и последние несколько месяцев к ряду. Тут стоит пояснить, что учитывая численность населения, темпы его прироста, а также возрастный состав для элементарного поддержания стабильного уровня безработицы, занятость в США должна расти чуть более чем на 200 тысяч в месяц. Только за последние 12 месяцев она росла в среднем по 143 тысяч ежемесячно. Схожие данные дает и Министерство труда Соединенных Штатов. Оно публикует данные по количеству новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. По сути дела, этот показатель показывает пределы того, насколько может увеличиться занятость. И по последним данным их было создано 142 тысячи. Всего же за эти самые предыдущие 12 месяцев их было создано в среднем по 196 тысяч в месяц, чего также недостаточно. То есть даже если предположить, что данные по занятости не совсем точные, то самих новых рабочих мест все равно не хватает для стабильности рынка труда. И при таких показателях безработица должна расти, что и наблюдалось в предыдущие месяцы. Но теперь каким-то непостижимым образом она снизилась. Тем не менее, несмотря на явные нестыковки и бросающиеся в глаза крайние неприятные вопросы, доллар смог даже несколько усилить свои позиции. Индекс USDX, демонстрирующий положение доллара по отношению к корзине и шести других мировых валют, восстанавливает свои позиции и поднимается к отметке 101,5 пункта. Но учитывая идущую полным ходом предвыборную гонку и тот факт, что основная масса американских средств массовой информации явно поддерживают демократов, ведущие СМИ будут указывать на снижение уровня безработицы без каких-либо вопросов и т.п. и приводить это как аргумент в пользу Камалы Харрис. Так что имеющиеся странности с данными по рынку труда незамедлительно будут забыты, по крайней мере в информационном пространстве и тем самым создавая предпосылки для укрепления доллара. Еще на прошлой неделе в паре с евро доллар демонстрировал значительную волатильность. Основным фактором, определяющим действия спекулянтов, стал информационно-новостной поток, особенно доклад Министерства труда США. В результате котировка сначала резко выросла выше 1,1150, а затем упала ниже 1,1100. Учитывая инерционно-спекулятивный цикл, трейдеры технического анализа не исключают движение в сторону верхней границы психологического уровня 1,10000-1,1050, который в настоящее время служит поддержкой для продавцов евро и сигналом к усилению покупок доллара. Однако помним фундаментальные данные и новостной поток, которые могут привести к быстрым изменениям в направлении ценовых движений. На нефтяном рынке трейдеры отрабатывают новость о том, что ОПЕК плюс принял решение отложить запланированное увеличение объемов добычи нефти. На этом фоне стоимость черного золота продолжила идти вниз и почти достигла ключевого психологического уровня в 70 долларов за баррель. Несмотря на сохраняющийся технический сигнал о перепроданности актива, инерция на рынке продолжает доминировать. Если не произойдет полноценного отката, существует вероятность касания или пробоя уровня 70 долларов. Это может усилить напряженность вокруг перегрева коротких позиций. Эксперты уверены здесь в явном спекулятивном давлении. Причем главным аргументом по-прежнему является как раз предстоящее увеличение объемов нефтедобычи. Хотя совершенно очевидно, что заявление ОПЕК плюс сделано как раз для стабилизации рынка. Скорее всего, итогом этого станет решение крупнейших нефтеэкспортеров и вовсе отказаться от идеи увеличения объемов добычи. После чего рынок и начнет стабилизироваться, а цены восстанавливаться. Что с рублем? После довольно быстрого и даже внезапного укрепления рынок вернулся к отметке в 91 рубль за доллар. При этом никаких существенных оснований как для укрепления, так и для ослабления рубля как не было, так и нет. Так что рынок просто возвращается к тому состоянию, в котором он находился ранее. Скорее всего, сейчас будет происходить стабилизация рынка. В диапазоне от 92 до 90 рублей за доллар. На этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в новых видео. До встречи!